Итак, друзья, я всех приветствую снова вас на нашем канале. Вы в очередной раз смотрите прохождение Total War Westeros. Темные крылья по мотивам сериала и книг Джорджа Мартина. Игра престолов, песнь льда и пламени. Новости. Последние новости. Как вы можете заметить, у меня вот здесь город появился, плюс вот здесь городов не стало. И здесь у меня город есть. Здесь почему-то город Дорна. В общем, объясняю. В прошлой серии мы остановились вот здесь, когда брали каменный шлем. Но, к сожалению, или, к счастью, должен вас огорчить или обрадовать. В общем, обновил версию мода до 295 бета, если я не ошибаюсь. И старые сохранения, к сожалению, слетели. В общем, мне пришлось переиграть с самого начала до примерного момента, где мы остановились. То есть, я так же плыл-плыл-плыл. Однако, я вот здесь уже высадился. Вот эти три города взял. Опустошил их. Ну, не сказать, что я прям много заработал. Ну, так, копеечки поднял. Потом взял нефрит. Дальше поплыл-высадился здесь. Как обычно, вот сюда напал Грей-Джой. Но мы его сумели вынести. Как вы видите, вот здесь у нас отмечено поле сражения, как победа. Эйган-наследник против Грей-Джоев, в общем. То есть, я Эйгана вместе со своего... вместе с его братвой всей высадил сюда, потому что я знал, что здесь не один отряд будет, а потом больше и больше и больше. Так и было, кстати. Я, захватив Серую Крепость, не успел еще вывести отряды и на нас напал Грей-Джой. Тоже он отхватил, в общем. Дальше мы постепенно захватывали Дорн. Вот здесь у нас очень сильные стычки были с Мартеллами. У них два полных стека почти было, но мы их сумели нагнуть. В общем, скажу, что второе прохождение, вот это повторное, было очень сложно. Сложнее, чем первое. Очень хардкорно стало играть, еще более хардкорно. И я думал, если честно, что не смогу пройти. Но у нас получилось. Потом у нас и здесь с Дорницами опять стычки были. То есть, я захватил город, оставил... Вернее, вообще там никого не оставил. Ни здесь, ни здесь, ни здесь. И он вот эти три города захватил. Мне пришлось отвоевывать их обратно. То есть, биться с ним и так далее, и так далее. Потом мы высадились вот сюда. Захватили Арбор. Уже у Железных островов, у Грейджоев почему-то во владении этот город был. Далее мы захватили Солнечный дом. Затем сюда пошли Дрейд Турмен. Кстати, некоторые названия в новой версии не переведены. Так что... Уж простите. Дальше Старомест мы взяли. Потом Черный Венец и Ясноводный чертог. И взяли Нагоре. Но брали как? Я взял, вышел, сразу пошел, взял следующий. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, не успел я взять каменный Солнечный дом, его сразу же Мартел перехватили. Не успел я взять вот этот город и пошел в Старомест. Его тоже захватили. То есть, враг шел по пятам буквально. Я только успевал все ломать, рушить, грабить и уходить. То есть, захватил, ограбил, разрушил, вышел, пошел на следующий город. И тот предыдущий уже захватывает, понимаете? Когда я вернулся сюда, здесь уже ничего практически не осталось. То есть, остался Ясноводный чертог. Но пока я создавал своего посла, его захватили. И обменять эти города на мир с Мартелами мне не удалось. Но, слава Богу, у меня вот здесь вот два города было. Почему-то Ренли Баратеон не захватывал их. И я обменял эти два города. Плюс немножко докидал им денег. Плюс отдал им сведения о карте на перемирие. Потом я с ними договорился на торговые отношения, на союз и на право прохода в одностороннем порядке. То есть, только я могу ходить. Но, отдав вот эти два города, Баратеон сразу же захватил плачущий город. Ну, как, вроде как, дождливый дом еще все еще у Мартелов. Здесь я радуюсь то, что у нас есть плацдарм такой, скажем так. Отсюда мы можем высаживаться в дальнейшем на Баратеонов и грабить их земли, насиловать женщин и детей. Что еще? Помните, у нас ситуация была, то что между каменным приютом и Айронвудом там постоянно какая-то непонятная движуха происходила. То есть, Баратеон шел сюда, Мартел на нас не выдвигался, а с ним что-то терся, терся и до тех пор, пока мы перемирие не заключили. В общем, в этот раз такого не было. В этот раз он всю свою армию вот на нас, вниз в наши города посылал, вот в связи с чем и вот эти вот стычки произошли. Это, кстати, уже новая армия у меня, которую я собрал, нанял, скажем так, из городов. Не сказать, что они прям крутые все, вот 4, 2, 15, то ладно, 1, 1, 10, тоже так, ну, в общей защите неплохие. Дальше арбалетчики, это конные какие-то отряды, по-моему, это наемники. Дальше лучники, вообще никудышные практически. И дальше вот городская стража, обычные мечники, ну, кстати, неплохие в общей защите. И вот эти вот в основном меченосцы, типа того. В общем, вот такая вот армия. Все, что от нашей армии осталось, то есть вот Бористан Целны живой, здесь у нас Джорах сидит. И вот наша армия, то есть у нас изначально 2 стека почти полных было. В каждом по одному отряду не хватало буквально. И вот это все, что у нас осталось. То есть Дейнерис, наследник Эйгон, Айегон почему-то, не знаю. Дарио Нахарис, датракийцы наши. Дальше вторые сыны, один отряд безупречных. Золотая компания, один отряд остался. Так, фри компани, это по-моему у нас наемники, надо распустить. У меня сейчас опять минус. Дальше бестии, золотые бестии или как там звали, я не помню. В общем, они остались. Это наемный отряд, кстати, неплохие, их надо бы оставить и отправить на подмогу. И слоны, 7 отрядов. Я их потом просто в городе оставил, чтобы не жертвовать и бился с тем, что у меня было. Так, давайте вот этих ребят отправим пока вот сюда, в Адов холм. Дейнерис идет у нас в столицу со своими ветеранами, зализывать раны, так сказать, награждать вот этих ребят. Все у нас золотые практически, но никого не осталось, к сожалению. Корабли на месте, здесь у нас три корабля и здесь у нас два корабля где-то. Да, вот они. В городах я разместил, в каждом городе я постарался разместить обычных крестьян с вилами, так сказать, для... Эх, денег нет. Ну, для обороны, скажем так. Не то, что даже обороны, а это кто такие? Это не наемники. А может и наемники, не знаю. В общем, разместил для успокоения своей души, так на всякий случай просто их оставил. Ничего особенного у нас в городах нет. По постройкам здесь я построил здания, где послы создаются, потом вот с купцами строятся. Ну и так по мелочи, то есть там виселицы всякие, ремонт. Все города я починил, мне хватило денег. И заключил вот в прошлом ходу буквально союз. Я не знаю, предадут ли они нас или не предадут. Ну, надеюсь, что не предадут. Так, так, так. Вот сюда поставим. Это кто? Старк. А давайте попробуем со Старками замутить какие-нибудь махинации, типа женить наследника или еще чего-нибудь. Хотя у нас с ними война. Ну, посмотрим. Так. Каждый ход лучше, конечно, сохраняться. Давайте я сохранюсь. Потому что в этой версии она не такая уж и стабильная. И вылеты это частое явление. К баратеонам больше высаживаться я пока не имею такой возможности. Хотя, знаете, если у нас союз, сейчас посмотрим, буквально два хода постоим. Если ничего такого не будет происходить, мы высадимся вот в этот город. И будет буквально точно так же, как и в прошлой серии, где мы остановились. То есть мы возьмем его и разграбим. Ну, у нас, конечно, чуть больше людей сейчас, но тем не менее. В общем, в эту версию играть стало очень сложно. Тировы просто адовые. Они тут нагнали стэков до хера и все начали отвоевывать очень быстро. Дорн тоже особо так не сидел. Если вы помните, в прошлых сериях мы примерно до Тора Вейта дошли вот отсюда. И Дорн особо попыток не предпринимал, никаких армий не отправлял. Ну, может там по мелочи, то в этот раз это было просто адовая какая-то жесть. У нас буквально в Дар Богов я дошел и уже все началось. То есть вот эти вот битвы, здесь просто мясо было. Ну, ладно, давайте сдаем ход, посмотрим, что будет происходить. Надеюсь, вы не обижаетесь на меня, что так произошло. Но зато в новой версии мода вроде как больше разных финтиплюшек добавили, новые скрипты какие-то и играть должно быть намного интересней. Ну, посмотрим. Картинки, кстати, изменились. То есть иконки отрядов, военачальников и так далее, и так далее. Один член семьи у нас, кстати, погиб. Дрога. Почему-то Дейенерис была жената на женщине по имени Дрога. Ну, да ладно. Рейга. Мизерис. А, Егон. Ну, ладно, сдаем ход. Боюсь, в этом году. Спасибо вам. Ну, ладно. Удачи. 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 Неужели теперь мой посол не сможет пройти? Да ладно вам, ну как так? О, господи, ладно. Так, кого бы убрать? Наверное, вот два отряда я уберу, вот этих ребят. Джороха я закину сюда, и вот этих ребят тоже сюда. Да, минус 8,190, ожидаемая прибыль минус 3768, каждый ход практически по 3 штуки нас снимают, даже больше, почти 4, и это печально. Некоторые особенности также не переведены, но зато пишут, что это дает опаяние, плюс 2, вероятность потомства и так далее. Дрогу, авангард, абсолютер, стойкер, лояльность, плюс 2, минус 6, коррупция. Интересно. Так, очень высокие, высокие, обычные, обычные, высокие, нет, чуть-чуть покрутим налоги, деньги нам нужны. Давай высокие. Развитие поселения, так, сюда нужен член семьи или генерал, наместник в общем, ну ладно. Так, Дорн вроде не нападает, подождем еще, а пока что давайте вот эти корабли, где они? Нет, эти корабли оставим здесь, а эти мы перекинем вот сюда. Я так надеюсь на то, чтобы Дорн на нас не напал, но если нападет, я все-таки рассчитываю, что мы его раздавим. Вот я не помню, мы сведения о картах брали у него или нет? Вроде как нет. Я не знаю, есть ли у него вот здесь города, но вот здесь город тут же Баратеонов. Если у него всего лишь вот эти два города, я все-таки рассчитываю на то, что мы его сможем задавить нашей армией. Но, если честно, не уверен. Член семьи? Тут неизвестно. Ну ладно, сдаем ход. Попробуем замутить брак со Старками. О, там еще какая-то принцесса идет, может быть и с ней получится. Интересно, кто это? Все-таки династические союзы, они крепче намного. А, я же Дорну отдал один городу в штормовых землях. Точно. Вряд ли я смогу. Железный банк Бравоса, нет, спасибо. Мы как-нибудь постараемся справиться. Ну что такое, а? Сейчас я вот сюда приду, он тоже, да, сюда встанет. Кто это? Принцесса дома Ааронов. Война. Все-таки я вот сюда вот встану. И, если что, на кораблях я их перекину. Его, вернее. Просто это невозможно. Что за издевательство? Так, итоги хода. Гейли из Дейри. Минус один лояльность. Плохо, плохо. Ланнистеры с Фрейми начали войну. Братуонные из штормовых земель плохие отношения. Так, дипломатия. У нас союз с Мартеллами. Очень хорошие отношения. Правитель неоднозначный. Право торговли. И практически со всеми война. Может быть, посла имеет смысл отправить к Фреям и заключить с ними союз? Ну, не знаю. У нас с ними не интроитет, поэтому можно было бы с ними заключить союз. Плюс у них там семейное древо, скорее всего, просто огромное. Как мы помним по сериалу, там, у господина Фрея очень много детей. Так, Мартеллы. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Ну ладно, сдаем ход, посмотрим, что будет. Надеюсь, он не высадится в серую крепость. Только не высаживайся, прошу тебя. Нет, ну ты что, сволочь, делаешь-то, а? Мы же союзники, кореша. Член семьи у нас. Надо выводить. Надо спасать человека. Не успею, наверное. Так, так, так. Не хочу потерять еще одного члена семьи, просто так. Но он явно к чему-то готовится. Вы посмотрите на его войска. Опять я не могу почему-то поговорить с ними. Мне приходится делать ходы. И только потом нажимать, и на следующий ход он автоматически будет доходить. Но почему так, я не знаю. Эх, ладно. Сдаем ход. У нас уже минус пятнадцать тысяч. Печально. Неужели захватит серую крепость? Неужели он развяжет войну? Ваши ставки, господа. Да, скорее всего, да. Подлец и негодяй. А, нет, смотрите. Свалил. Свалил. Высокие, обычные. Ну, слава богу. Слава богу. Я, если честно, напрягся. Сфинктер сжался. Блин, да куда ты уходишь-то? А, это Ааронов. Ну, блин, зараза. Давай быстрее. Никто к принцессе подошел. Провал задания. Сдаем ход. В штормовых землях, кстати, вообще там дичь была, когда я высадился изначально по скрипту. Там столько армий стояло. Если честно, я испугался даже. Тоже два-три стека полных. Ну, практически. То есть, условно полных. Там, понятное дело, где-то мелкие отряды бегают. Если их собрать, то как раз три бестека, может быть, и вышло. Так, сводки новостей. Джорах Мартел. У нас даже такой есть. Грей-Джои плохие. Да, с ними нам бы тоже мир какой-нибудь заключить, потому что, блин, достали. Они будут высаживаться вот на эти острова. Вот этот город, кстати, очень хороший, прокачанный такой. Не хочу его отдавать Грей-Джоям. В прошлый раз, как вы помните, я его просто занял. И вследствие бунта нас оттуда выперли. И в этот раз, когда я его захватывал, я просто вырезал все население. И утонувший бог... Кстати, сколько у него тут? 76. Ну, все-таки бунт, вероятность бунта низкая. У нас общественный порядок плюс 105%. А если бы я не вырезал, то история бы повторилась. Скорее всего. Так, давайте потихоньку двигаться, наверное. Нам нужны деньги. Ах, ты подлец, сидит, спрятался. Принц Дорна. Сдаем ход. Наконец-то он подходит к принцессе Старков. Интересно, а кто именно? Что за принцесса там? Может быть, Ария или Санса? Элис Карстарк. Вот, допустим, перемирие и не хотят. А если торговая? А если я вам еще карты покажу? А если я вам сдам область? Ну, условно, да? Там раз-два просто посмотреть. Взаимовыгодно. Ага. Нет, ну, область я вам сдавать не могу. Давайте перемирие. Не хотят. Перемирие и сведения карты. И принимайте, или будет война. И торговое соглашение. Ну и пошла в жопу. Карстарк. Давайте с Аронами попробуем поболтать. Мартеллы что-то там пытаются нам втюхать. Старк. Арон. Братство бездновен по финансам. Армия Старки. Производство Ланнистера. Население Ланнистера. Всего Ланнистера. А что там у Старка? Ой-ой-ой. Карстарк. Рикард Карстарк. Это с твоей дочкой, да, мы говорили? Это кто у нас? Арнольд Карстарк. Ноунейм. Амбар. Гловер. Хозер. Фюрентуд. Харентуд. Не знаю, кто такой. Так, здесь... Ого! Вы посмотрите, докуда Старки дошли. Олени и рога захватили. Ну надо же. А у меня здесь шпиона нет, да? Жалко. Так. Давайте сохранимся. Что-то... Что-то здесь опять происходит. Что-то мутят они. Блин, а я смогу их вынести в случае чего? Просто сядем в корабль, пока никуда не плывем. Да, может быть имело смысл вообще их добить и все. Не знаю, ребята. Не знаю имело. Сдаем ход. Вот интересно, если просто нагнать кучу лучников в Айронвуд, в Поднебесие, они смогут остановить врага? Вроде они только с одной стороны должны наступать. И если вот просто два стека лучников в одном городе один и в другом городе один, они как, смогут обороняться успешно? Или их покрошат? Вообще каких-нибудь бомжей-лучников, чтобы содержание не уходило. Ну, опять же, они рыцари каких-нибудь в тяжелых доспехах отправят, а некоторые лучники не пробивают доспех тупо. И все. Ну, вроде сидит просто. Не знаю. Очень хорошее отношение. Ну, я надеюсь, он не предаст. Ладно, давайте. Куда это он собрался? Давайте, давайте, давайте. Вот сюда. Нет. Сейчас. Сделаем вот так. Посмотрим. Ничего не видно. Сюда, если. Один отряд. Просто разгромим их. Как делать? Нефиг. И, собственно... Ах, не доплывает. Нет, 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 нет. Не высаживайся. Вот так. Теперь достаем армию. Бьем по городу. Держим в осаде. А, два отряда. Свободные... Свободное ополчение, типа... Штормовые... Рыцари. Рыцари. Как они называются-то у них, я забываю. Штормовых земель. Очень высокий боевой дух. Могут строиться клином. Мощный, мощный чарж. 11, 8, 22. А вот эти наши... 10, 7, 23. Ну, практически похоже чем-то. Ну, ладно. Давайте... Сохранимся. В прошлой серии мы... Не... Так и не сразились. Поэтому... Хотя бы в этой серии попробуем... Эээ... Завершить эту битву. О, забыл совсем. Переговоры. Саранами. Может, саранами получится. Вот я, кстати, как-то играл давно вне записи. Я заключил... Эээ... С... Мартеллами... Династический брак. Так, давайте... Юстила Ройс. Давай в перемирии. Как ты смотришь на это? Крайне невыгодное. А если торгового... Соглашение и сведения о карте... Нет, не хотят, не хотят. Ну... Допустим, область одну. Одну. Невыгодно. Ну и пошла в задницу. Перемирие или будет война? Пойду тогда к Фреям и с ними перетру. Они у нас в нейтралитете, поэтому... Просто с ними династический брак заключим. И все на этом. И пусть Старки мучаются. Старки, Арен... Всех сметем. Всех уничтожим. Я им припомню еще это. С баратеонами никаких нам отношений не надо. Нам первостепенно наша задача уничтожить. Блин, а давайте попробуем с Ланнистерами. Интересно будет посмотреть. Вот сюда давай. Если что, потом дальше пойдем к Фреям. А почему бы и нет? Ланнистеров нам не надо уничтожать. Можно с ними перетереть. Мы с ними, кстати, как... Да, война. Холодные. Плохие стали. Холодные с крейджоями. Плохие с баратеонами штормовых земель. Холодные. Плохие. Плохие. Ну вот почему со Старками плохие? Я им не... У них ничего не захватывал. Мы даже не бились ни разу. Очень плохие с болтонами. Холодные с... Со Станисом. Очень плохие с Аренами. Ну ладно, я им нагрубил. Мятежники. Так. Ой-ой-ой. Ну я думаю, мы успеем. Просто зайти и выйти. Как говорится. Как в девушку. Зайдем и выйдем. Он даже ничего не поймет. Зайдем, выйдем. Сломаем все, разграбим. Погрузим наших ребят на кораблики и уплывем. Нам нужны деньги. Ой-ой-ой. Это ночная битва? Нет, слишком темно. Так, ребята. Ничего не умеют, ничего не умеют. Значит, вы сюда. Кавалерия. Копейщики. Возьмите. Сюда же копейщиков закинем этих. Так, вы ничего не умеете. Значит, вы у нас будете вот здесь. Это лучники. Арбалетчики. Так. Так, так, так. Тоже никто. Назвать вас никак. Значит, вы в один идете. Один, два, три, четыре. Так, там у нас два отряда. Таран есть. Таран вот сюда. Дальше лестница. Раз, два. Таран. Нет, давайте вот этот таран встанет сюда. А этот таран уберем. Так. Раз, два. Раз, два. Вы бросите тогда. Но столько таранов не нужно. Здесь ворот нет. Значит, значит, значит. Вот так. И вот так. Вроде все, да. Погнали! Сломана стена у него здесь, 68%, да, я думаю мы его просто затопчем кавалерией, если что. Два отряда. Кто это вообще? Фу, это же эти вот ребята. Что это вообще такое у них в руках? Вилы и какие-то фанерки, да, запросто пробьем. И один, да, один стоит на площади. Да. Кто это такие? Кавалерия Охрана полководца, наверное Эх, зря тогда не надо было нам Отправлять с этой стороны Можно было просто с этой пойти Так Лучники вперед Вы, ребята, у нас С кавалерией поговорите Блин, странно как-то они Ну все, им жопа Конечно, ребята, это не та битва, которая была обещана Там вроде соотношение 2 к 1 было Но это тот именно город И мы захватим его в любом случае Так, почему мы стоим? Почему бы вам не разобраться? Вот есть лестница, да, казалось бы Почему не подняться и не пойти? Нет, они Ерундой какой-то занимаются Так, угненные стрелы Нет, 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 нет Прекратить Пока что Пока что нам это не нужно Вы в своих попадаете Решительные А куда вы бежите? Отлично, отлично Ворота пали Вперед Вперед Так, занять Вот сюда, значит У нас пойдут Наши застрельщики И со стен будут палить Если что А наши копейщики Пусть идут Вот сюда Я не помню Я убрал или нет Неограниченное время Вроде Вроде убирал Ворота захвачены Все ребята Бейте Бейте Палками Всем чем можете Бейте Да Лезут Все нормально Как так? Почему они еще не бегут? Почему стоим? Все Пошла жара Просто в секунду По 2-3 человека Убивают Они стоят И смотрят Давите их ребята Давите Давайте ускорим Хочу посмотреть Как наши копейщики Разберутся С Вот этими Ребятами Еще не разобрались Все давите их Ну что такое Ну что такое Вроде должны были уже закончить Нет они что-то Мусолят Да, ночную битву лучше не выбирать Вы видели Какая там темень была Погорячился Я что-то Бывает Сюда Давайте Блин, медленно Медленно идете Слишком растянули Отряд Вперед Да что там такое Ну как так У нас какие-то потери Там идут Еще Я не понимаю 34 Каких-то Почему Они еще не бегут Что за идиотизм Давайте Расстреляйте Тогда Только Без огненных стрел Пожалуйста Вперед 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 Все Да Но хоть копейщики должны разобраться С кавалерией Значит Какой-то Идиотизм Так Вроде Все Ручники пусть остаются Блин Интересно Какие потери Мы понесли Два отряда Блин Из них Один отряд Каких-то Обосланных Крестьян С филами Мы так долго Мурыжили Ну ладно Так Ребята Вы какие-то Медленные Вы понимаете Это Сюда Быстрее Обойдите С фланга Ну вы же Не должны Так тупить Господи Ну что ж Такое-то Происходит Да Вперед Вперед Разберитесь С ними Двадцать Человек Десять Нужен Нужен Девять Шесть Давайте Давайте Колеблющиеся Шокированы Они шокированы Ребята Давим Давим Пять Четыре Все Вражеский Генерал Пал Три Ну все И тут им Жопа Давить Вообще Все 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 Саймон Короче Жопа Ему Че Один Один Герой Кто же Убьет Его Воин Который Принесет Мне Его Голову Получит Тысячу Золотых Драконов Давайте Отлично Теперь Мне интересно Какие у нас Потери 184 Господи Боже Мой А нельзя Посмотреть Вражеских Вражеских Да Насколько Они Убили Просто Какой-то Бред Прям Ну Ладно Что ж Друзья Вот такая Вот была Серия Давайте Сейчас Захватим Все Разрушим Выйдем Как я и говорил Зашли И вышли Конечно В прошлой серии Если бы мы Сразились За этот город Там Мясцо Бы откровенное Было Просто Мясо Фарш Там Конечно Соотношение Сил Два К одному Может быть Даже Мы И проиграли Кто знает Но Хотя Вряд ли Вряд ли Не думаю Что мы Там Проиграли Но Но Большие Потери Бы бы Понесли Это Точно Казнить Так Награбим Четыре С половиной А так Награбим Четыре Девятьсот Давайте Уничтожать Тогда Жителей Так Так Порт Ломаем 1800 Отлично 830 1300 Ну Не так уж Много Конечно Награбили Ну Ладно Садимся В кораблик И плывем Отсюда Вот сюда Может быть Так Так Что у него есть Раз Два Три Четыре Четыре Постройки Из них Скорее всего Сломать Может быть Одну Или две Удастся Стоит ли Вообще Высаживаться Сюда Может быть Куда-нибудь Сюда Приплытили Сюда Нет Сюда Я не буду Пока что Пока что Нет Давайте Еще дальше Проплывем Посмотрим Что у них Там Сопротивление Бесполезно Отношения Ухудшились Мятеж В стане Врага Барис Танцелми Вслевшие Впоследствии Битвы Войны Противника Бежали Предпочитая Бегство Верность Смерти Боли Они Нас Не Потревожат Ну И Хорошо Плюс Еще 629 Сейчас Нам Капнет Отлично Военность Средствия Поселения Культурное Спалентированное Финансово Нет Ничего Не меняется Ладно Так А что это Они На него Не нападает Ну Ладно Давайте Сохранимся И Закончим Серию То есть Вот такая Вот у нас Серия Была Друзья Спасибо Что Смотрели Болели За Нас В общем Почти Почти То же Самое Происходит Что И Должно Было Произойти Просто Немножко Ход Истории Пошел Другим Другим Путем Я Надеюсь На то Что Вы Не Обижаетесь Я Сам Если Честно Не Ожидал Что Придется Переигрывать Не Думал Что Я Потеряю Ох Это Опасно Не Думал Что Потеряю Сейвы Но Так Уж Получилось Извиняйте Ну А на Сегодня Все Всем Еще Раз Спасибо Увидимся В следующих Сериях Всем Пока Субтитры Субтитры Субтитры